Всем привет, с вами Мисс Райт и это выпуск Дорамных новостей. Я все еще болею, но новости все еще собираются в огромную кучу, поэтому поехали. Новая дорама с участием Си Йон из Girls' Generation и Чон Хэ Джин готовится к релизу. Комедийная дорама «Незнакомцы» основана на популярном веб-туне и рассказывает о совместной жизни неуклюжей матери и ее хладнокровной дочери. На дораме работают сценарист Мин Сон Э и режиссер Ли Мину, создатель дорамы «Золушка и четыре рыцаря» и четвертого сезона сериала «Загадки Бога». Си Йон получила роль капитана патрульной группы полицейского участка Джин Хи, которой чаще приходится бороться с выходками ее матери, чем с преступниками. Чон Хэ Джин сыграет обаятельную и игривую мать-одиночку и очаровательного физиотерапевта Эн Ми, живущую с 29-летней дочерью. Ан Джи Ук сыграет загадочного оттолеринголога Джин Хона, который стремится жить по своим принципам, но неожиданно встречает Эн Ми. Пак Сон Хуну досталась роль начальника полиции Джи Вона, переведенного в полицейский участок Нам Чона. Жизнь Джи Вона становится еще более запутанной, когда на работе он встречает Джин Хи. Зрители с нетерпением ожидают химии четырех актеров на экране. Премьера дорамы «Незнакомцы» состоится 17 июля на Дженни Ти Ви и Еной. Дорама СБС «Демон» поделилась новыми постерами. «Демон» – это новая работа сценариста Ким Ун Хи, которая известна проектами «Сигнал», «Королевство» и другими. Новый мистический триллер расскажет о женщине, одержимой злым духом, и мужчине, который может видеть демонов и расследовать загадочные смерти. Ким Терри сыграет Гу Сан Йон, в которую вселился злой дух после того, как она получила вещь, принадлежащую ее отцу. На новых постерах Гу Сан Йон предстает двух версиях. На одной тень демона лишь слегка падает на девушку, а на второй дух полностью захватывает ее. На первой версии Сан Йон взглядом просит зрителя о помощи. Она борется со злым духом, не позволяя захватить себя целиком. Съемочная группа дорамы поделилась. В дораме «Демон» тень позволяет вычислить демона. Мы попытались передать это через изображение на постерах. Ким Терри прокомментировала «Я попыталась сфокусироваться на разнице между Сан Йон и злым духом. Я проконсультировалась с режиссером и добавила различия в движении действия девушки и демона». О Джон Се перевоплотится в пропесора по фольклору Йон Хасана, который способен видеть призраков. Из-за своих способностей Йон Хасану тяжело найти общий язык с людьми. На постере Йон Хасан смотрит на зрителя циничным выражением на лице. Половину его лица занимает тень, олицетворяющая демона. О Джон Се подерился мыслями о своей роли. Хасан ценит слова «честь» и «память». Работая над этим проектом, я стал по-другому воспринимать эти выражения. Они приобрели иной, более глубокий смысл. Премьера драмы «Демон» состоится 23 июня в 22.00 по корейскому времени. Им Сэми официально присоединилась к Чайну из Астра и Ким Нам Джо в ведущей драме «Чудесный мир». «Чудесный мир» – это эмоциональный триллер об Ин Су Хён, женщине, которая жаждет мести за трагическую гибель сына. Когда преступнику удается избежать наказания в суде, она решает добиться справедливости самостоятельно. Ранее в мае подтвердилось, что Ким Нам Джо исполнит главную женскую роль Ин Су Хён, успешного и известного профессора психологии и писательницы, которая впадает в безнадежное отчаяние после потери сына. Несколько днями позже стало известно, что Чайну сыграет Куансон Юлия, студента-медика, отчисленного из университета после потери родителей. 8 июня агентство Им Сэми Нун Компани официально объявило, что актриса примет участие в съемках «Чудесного мира» в роли Хан Юри, генерального директора бутика, которая для Ин Су Хён как сестра. Хан Юри ценит жизнь Су Хён и матери Су Хён больше, чем свою собственную. Им Сэми, которая продемонстрировала стабильные актерские способности в различных проектах, включая «Я вернусь, если будет хорошая погода» и научно-хвантастическую дараму «Твин» «Обязанности после школы» также в 2020 году снялась вместе с Чайну в популярном сериале «Истинная красота». Ожидается, что «Чудесный мир» выйдет в эфир в первой половине следующего года. Най Нук, Вон Юль, Ли Гю Хан и другие подтвердили участие в новой дараме. 7 июня новый сериал «Я и Нэ Я так долго тебя ждал» представил основной актерский состав, в которой вошли Най Нук, Вон Юль, Ли Гю Хан, Пе Джон Нок и Чон Сан Хун, а также Ким Чжо Ин, которая ранее была утверждена на главную женскую роль. «Я так долго тебя ждал» — это криминальный сериал, рассказывающий историю детектива О' Джин Сона, который пытается отомстить за младшего брата. Режиссер Хан Чжо Ль Су и сценарист Клон Мин Су из дарамы «Изящная семья» снова будут работать вместе над проектом, и сериал также отмечает воссоединение режиссера Хан Чжо Ль Су и Ким Чжо Ин после совместной работы над дарамой «Моя жизнь снова». Най Нук возьмет на себя роль О' Джин Сона, детектива полицейского участка У Джин, который любит заниматься делами, о которых его не просят. О' Джин Сон переводится в специальную следственную группу по делу о серийных убийствах и приступает к расследованию вместе с Го Ён Джу в исполнении Ким Чжин и Ча Ён Уном в исполнении Клон Юля. Ким Чжин играет подругу О' Джин Сона и прокурора Го Ён Джу, принципиальную женщину, которая считает, что несправедливость должна караться еще больше несправедливостью. Клон Юль играет Ча Ён Уна, единственного сына и наследника Джин Джин Групп и элитного прокурора, который работает вместе с Го Ён Джу в прокуратуре Центрального района. Честность и уверенность Го Ён Джу заставляют сердце Ча Ён Уна трепетать, но когда О' Джин Сон присоединяется к следственной группе по этому делу, Чан Ён Ун начинает соперничать с О' Джин Соном из-за Го Ён Джу. Пэ Ён Ун берет на себя роль матери Ча Ён Уна и директора Джин Джин Медикал Ю Джон Сук, который уважают за ее честность и отличные навыки врача. Ли Гю Хян играет другая Ча Ён Уна Пак Ки Йона, также служащего прокуратуры. Нагонец, Чон Сан Хун исполняет роль Пэ Мин Гю, сына влиятельного члена национальной ассамблеи, который считает, что деньги – это сила. Производственная группа отметила «Мы завершили съемки, в настоящее время готовимся к постпродакшену». Премьера драмы «Я так долго тебя ждал» намечена на 26 июля 21.00 по корейскому времени. Фильм «Криминальный город» бьет новые рекорды в посещении в кинотеатрах. 7 июня Корейский кинематографический совет сообщил, что 6 июня количество посещений фильма «Криминальный город 3» в кинотеатрах составило 6 миллионов 52 тысячи 224 человека. К 31 мая фильм продолжает оставаться на вершине корейского кинопроката. «Криминальный город 3» преодолел отметку в 6 миллионов посетителей за одну неделю, быстрее, чем его предшественник «Криминальный город 2». Также фильм добился этой отметки так же быстро, как «Киты. Адмирал. Ревущие потоки» и «Поезд в Пусан». «Адмирал. Ревущие потоки» и «Поезд в Пусан» преодолели отметки в 11,5 миллионов посетителей в Корее. В настоящий момент «Адмирал. Ревущие потоки» удерживает первое место, как самый просматриваемый фильм в истории корейского кинопроката. Кан Хан Иль, Ю Хэ Джин и Пак Хэ Джун сыграют в новом фильме «Оппозиция». Сюжет фильма «Оппозиция» расскажет историю человека под псевдонимом «Оппозиция», который перемещается между мирами корейского рынка наркотиков и агентства по расследованиям. Кан Хан Иль сыграет Ли Кан Су, известного под псевдонимом «Оппозиция», который передает информацию о мире наркотиков Национальному агентству по расследованиям. Ю Хэ Джин сыграет Гук Ван Хи, амбициозного прокурора из бедной семьи. Пак Хэ Джун исполнит роль О Сэн Джей, лидера команды по расследованию преступлений, связанных с наркотиками, которые никогда не отпускают пойманных преступников. Режиссерское кресло займет Хван Бёнгук, создатель фильмов «Свадебная компания», отдел специальных расследований и других. Съемки фильма «Опозиция» стартуют во второй половине этого года. Хан Джи Ин может сыграть в новой дораме с Хван Минхёном. Дорама «Учебная группа», основанная на одноименном виптуне, рассказывает историю студента Юн Гамина, который жаждет знаний, но единственное, что он умеет, это драться. Юн Гамин собирает учебную группу в худшей школе на Земле с целью подготовиться к вступительным экзаменам в колледж. Хван Минхён обсуждает появление главной роли. Хан Джин обсуждает съемки в роли учителя Юн Гамина Ли Хан Гён. Ее назначили учителем на замену в школе главного героя. 7 июня Мун Гайон обновила свои социальные сети и вложила новые профильные фотографии, тем самым порадовав своих поклонников. Новые фотографии демонстрируют разные цветовые решения, что идеально передает очарование Мун Гайон, подчеркивая ее нижнюю красоту, сочетающую в себе зрелость и детскую невинность. Мун Гайон не так давно привлекла внимание зрителей малых экранов, снявшись в дараме JTBC «Понимание любви», которая транслировалась с декабря прошлого года по февраль этого. Одна из летних новинок, дорама «Свидание с будущим», привлекла внимание зрителей. Даже несмотря на то, что лица сразу двух актеров заменили с помощью искусственного интеллекта, дорама стала популярной. Согласно оригинальному источнику, сериал выбился в лидеры Тенцент, обогнав такие новинки, как «Там, где начинаются мечты» и «Государственное обвинение». Уильям Чайни исполнил Цзиньши Чуаня, который с помощью поисковой собаки спасает Сюйлань из-под завалов после землетрясения. Этот случай производит на девушку несгладимое впечатление. Через 10 лет они снова встречаются на месте трагедии. Сюйлай за это время стала журналистом и специалистом-гинологом. Она призналась в чувства к Цзиньши Чуаню, но он не ответил ей взаимностью. Сюйлай не готова просто так сдаваться и, используя свои навыки в дрессировке собак, она становится членом поисково-спасательной команды, в которой также состоит Цзиньши Чуань. Зрителям представили романтичную и жизнеутверждающую историю. Уильям Чайни очень органично смотрится в роли с виду хмурового и сурового, но сердцем трепетного и застенчивого командира пожарного отряда. Джанчжо Нань сыграла бойкую героиню, которая не готова просто так упускать свое счастье. Особое внимание в Дарайни уделено братьям меньшим. В сериале важную роль играет очаровательный лабрадор по кличке Мир. Кроме того, есть серии, в которых целый отряд пожарников тренируется с собаками для спасательных миссий. Каждого ждут взлеты и падения, но в итоге всех свяжет трогательная дружба. Актрисы Ли Бойон и Ким Юми собираются появиться в новой дораме TVN «Встретимся в моей 19 жизни», премьера которой состоится 17 июня. Дарама представляет собой роман о перевоплощении, основанный на популярном веб-туне «Пожалуйста, позаботься обо мне и в этой жизни». Режиссером Дарамы будет Лина Джон, который снял такие популярные драмы, как «Майо» и «Прорвемся». Ли Бойон и Ким Юми сыграют Ли Сана, мать Мун Суха, и Чо Ю Сон, мать Ю Джо Вон, прошлая жизнь персонажа Шэн Хэ Сон Ким Ша, соответственно. Фанаты с нетерпением ждут их появления в предстоящей дораме. На опубликованных кадрах видно, как Ли Бойон и Ким Юми пьют кофе, а их достойный и элегантный внешний вид привлекает к себе внимание. Весенняя улыбка Ли Бойон, когда она играет в воде со своим сыном в дораме, получила восторженные отзывы зрителей. Ожидается, что сцены с участием двух актрис станут изюминкой дорамы, благодаря их врожденной элегантности и атмосфере, оживляющей персонажей. Съемочная группа «Встретимся в моей девятнадцатой жизни» выразила свою благодарность Ли Бойон и Ким Юми за их согласие сняться в дораме. Они считают, что эти две актрисы единственные, кто может идеально изобразить персонажей Ли Сана и Чо Ю Сон. Комик Ко Дон Су выбрал новый карьерный путь. Ко Дон Су дебютировал как комик на SBS в 2014 году. Он быстро стал популярным благодаря шоу Searching for Launter. Шоу закрылось в 2017 году и Ко Дон Су почувствовал тревогу о своем будущем и решил стать полицейским. В интервью на ютуб-канале Recent Status Olympics Ко Дон Су поделился. «Я ушел из шоу-бизнеса, когда мне было около 30 лет. В первые пару-тройку лет я зарабатывала не очень много, примерно 1 миллион вон в месяц. Но с третьего года я перестал зарабатывать, потому что возможности выступать на шоу больше не было. Он признался, мои друзья женились, создали семью, и я начал терять уверенность в себе. Я страдал от бессонницы из-за беспокойства о будущем и решил подготовиться к экзаменам на должность полицейского. Я хотел жить жизнью обычного человека, как все». Ко Дон Су поделился, что подготовка к экзаменам заняла у него около двух лет, а сдавал он экзамен 6 или 7 раз. Комик признался, эти два года были самыми темными временами для меня. Несмотря на трудности, Ко Дон Су сдал экзамен. Он признался, что работа полицейского пробудила в нем невероятное чувство долга. Теперь он находит удовлетворение в том, что помогает обеспечивать порядок и безопасность граждан. Актер Кантео выступил с речью на церемонии в честь 68-го годовщины Дня памяти. Утром 6 июня в День памяти на Сеульском национальном кладбище прошла церемония в честь 68-го годовщины. Кантео взошел на подиум как представитель армии и выступил с речью под названием «Записка 21-летнего». До выступления на экранах появились субтитры с настоящим именем Кантео и его званием Капрал Ким Юн Кван. Кантео прочитал историю покойного рядового Лихак-Су, ветерана в голове которого застряла в колок снаряда во время сражения в Чан-Дан-Джи в Корейской войне. Лихак-Су умер в 2005 году. Кантео произвел сильное впечатление своим выступлением с мемуарами рядового Лихак-Су. На груди актера можно разглядеть отметку «Ассистент армии Республики Корея». После речи Кантео взял честь и спустился с подиума. Кантео заступил на службу 20 сентября прошлого года и после завершения обучения стал помощником инструктора в тренировочном лагере. Кантео завершит службу в марте следующего года. Недавно появились новости, что Ом Хён Кён и Ча Су Монт находятся в серьезных отношениях. Актеры познакомились на съемках дарамы «The Second Husband» от канала NBC и теперь запланировали обручиться. Час у ввод на данный момент проходит военную службу, начавшуюся в ноябре прошлого года. Пара поженится после его увольнения из армии. Также стало известно, что знаменитости ожидают рождения ребенка. Агентством актрисы Юнджин Энтертеймент подтверждено, что Ом Хён Кён временно возьмет перерыв от творческой деятельности. Новая дорама «Кибе Сту Моё Сердце Бьется» подогревает интерес к премьере. Дорама рассказывает историю получеловека и полувампира Сону Хёля, который не смог стать человеком из-за случайной ошибки. И холодной женщины Джу Ин Хё. Пак Кан Хён сыграет Шин До Шика, бизнесмена, занимающегося недвижимостью. А Юн Су Хи выступит в двойной роли на Хэ Вон, инвестора из богатой семьи, и Юн Хэ Сон, первой любви Сону Хёли из далекого прошлого. На новом групповом постере главные герои излучают невероятную харизму в мрачных, но стильных образах. Сону Хёли и Джу Ин Хэ смотрят в камеру, а взгляды Шин До Шика на Ина Хэ Вон обращены на Джу Ин Хэ и Сону Хёля. Зрителям интересно, какие отношения завяжутся между персонажами. На индивидуальных постерах Сону Хёль, Джу Ин Хэ, Шин До Шик и Ина Хэ Вон позируют в рамках формы капли крови. Все они одеты в черные наряды с изящными красными аксессуарами. Постер Сону Хёля гласит. Моё сердце никогда прежде не билось. Джу Ин Хэ заявляет. Крови не будет, даже если вы меня укусите, намекая на свою холодную натуру. Шин До Шик держит в руке бокал с красной жидкостью. Его постер гласит. Чтобы избежать этой судьбы, ты должен выпить крови. На Хэ Вон спрашивает. Возможно, я похожа на ту женщину? Заставляя зрителей гадать, как Йон Цухи справится с двойной ролью. Премьера Дорама «Мое сердце бьется» состоится 26 июня в 21.45 по корейскому времени. Новая Дорама Ти Вен «Дива с необитаемого острова» готовится к премьере. Это романтическая комедия, рассказывающая историю девушки, которая оказалась на необитаемом острове по пути всеумно-прослушивания, чтобы стать певицей. Режиссер Очер Хван и сценарист Пак Харен, которые ранее работали вместе над сериалами «Пока ты спишь» и «Стартап», снова соберут команду для новой Дорамы. Пак Эмбин сыграет Сома Кха, девушку, спасенную с необитаемого острова спустя 15 лет. В совершенно новом и незнакомом мире Мок Ха смело идет навстречу своей мечте стать певицей и не теряет оптимизма и надежды даже в самых трудных ситуациях. Ким Хё Джин исполнит Ровдорами роль Юн Ран Джу, которая когда-то была гламурной звездой, но теперь просто забытая знаменитость из прошлого. Слишком страшась неудачей, чтобы принять новый вызов, она сталкивается с еще одним поворотным моментом в своей жизни после встречи со своей большой поклонницей Сом Ог Ха. Ча Джон Хёб сыграет роль режиссера-постановщика Кан Бо Голи, который отвечает за музыкальное развлекательное шоу. Выполняя волонтерскую работу, он обнаруживает Сом Ог Ха, которая вот уже 15 лет живет на необитаемом острове и их судьбы переплетаются. Ча Ха Кён сыграет роль Кан У Ха, старшего брата Кан Бо Голи и репортера информационного агентства. Кан У Ха – энергичный и любопытный молодой человек, который очень любит свою семью. И последний на непозначение – Ким Чжу Хон, который ранее вел переговоры о дараме, подтвердил, что сыграет Лису Джуна, генерального директора развлекательной компании Юн Ран Джу. Он представитель элиты с отличным воспитанием, характером и манерами, который превратил агентство из одного человека в крупную развлекательную компанию. Премьера дарамы Ти Эн – Дива с необитаемого острова запланирована на вторую половину этого года. Актриса Пак Бо Ми оплакивает кончину своего 15-месячного сына. 5 июня Пак Бо Ми впервые обновила свои соцсети после кончины своего ребенка. Она написала «Спасибо каждому, кто молился за нас и поддерживал нас в это трудное время. Благодаря вам Саймон попал на небеса после того, как получил много любви. И я не способна сейчас ответить на все сообщения, что вы отправляете мне. Я искренне тронута. Наш Саймон был настоящим ангелом. Пожалуйста, помните о Саймоне». Пак Бо Ми димутировала как комедианка в 2014 году. Позже она стала актрисой и появилась во многих дорамах, таких как «Силачка», «До Бон Сун», «Мистер Солнечный Свет» и «Цветочная команда» врачное агентство Чусона. Она вышла замуж в 2020 году, а через год родила сына. Но он скончался 20 мая, через 4 дня после внезапного повышения температуры. Актриса Рю Хэ Йон вернется на экраны в дораме «Взрослые дети». Дорама «Взрослые дети» расскажет о жизни женщин, работающих в модной индустрии. Рю Хэ Йон сыграет Бэг Хана, маркетолога с 9-летним опытом работы в «The Handsome Doctor». Хана обладает сильным характером и мечтает об успешной карьере. Однако она каждый день проживает в Байбе и пытается разобраться в отношениях с боссом и младшими коллегами. Рю Хэ Йон дебютировала в 2007 году и в основном появлялась на больших экранах в короткомедражных фильмах. В 2015 году она очаровала зрителя и ролью Сон Бора в «Дораме ТВ» на ответ в 1998 году. Затем актриса снялась в «Дорамах комната Йон Джу и юридическая школа». В «Дораме» рада увидеть возвращение Рю Хэ Йон в новой «Дораме» спустя хиату с длиной в 2 года. «Дорама «Взрослые дети» выйдет на YouTube-канале The Handsome.com Handsome и на цифровой платформе CG Entertainment Sharpen. Актриса Гон Хён Джу родила близнецов. Сообщается, что как мать, так и ее малыши здоровы и прекрасно себя чувствуют. В марте 2019 года актриса вышла замуж за человека, не являющегося знаменитостью, который на год старше ее. В прошлом году Гон Хён Джу появлялась в «Дораме» слабый герой в роли матери главного героя, которого сыграл Пак Джихун. Недавно актрису Лина Йон спросили в одном из интервью о том, когда же вернется к работе ее муж, актер Вон Бин. Вон Бин на пике популярности после съемок в кинокартине «Человек из ниоткуда» в 2010 году больше не участвовал ни в каких проектах, отдав предпочтение работе в рекламе. Поклонники актера до сих пор ждут его возвращения на большие и малые экраны. Супруга Вон Бина ответила, «Я не понимаю, почему мне все время задают подобные вопросы. Он действительно подумывает о возвращении и выбирает сценарий. Иногда ему предлагают очень хорошую работу в кино. Я даже иногда завидую. Он вернется. Пожалуйста, подождите еще немного». 3 июня стартовали съемки новой фэнтези-дорамы «Четыре ярких моря». Роли исполняют Джан Лин Хэ, Цин Тянь, Данан Чен, Чан Лун и другие актеры. В основе сюжета история о девушке Нань Янь, которая встала на путь бессмертия, чтобы спасти свою мать, но совершила ошибку из-за императора Цзе Яна, скрывающего свою истинную сущность. Героям предстоит пройти путь от взаимной неприязни к любви. Актер Со Кан Джун, уволенный со службы в армии 22 мая, обратился к фанатам. 3 июня Со Кан Джун отправил фанатам видеосообщение через официальный аккаунт своего агентства. На видео актер сказал «Мне хотелось поприветствовать вас сразу же после увольнения, но я хотела продемонстрировать свою красивую сторону. В итоге я приветствую вас во время съемок и прошу вашего понимания. Я тоже долго ждал. Я очень скучал по вам и хотел вернуться к съемкам и поесть вкусной еды. Я скучал по родителям и друзьям. Я завершил службу. Я сделаю все возможное, чтобы быстрее вернуться в продвижение, которого вы так ждали. Пожалуйста, с нетерпением ожидайте этого». Ну а теперь настало время посоветовать вам Дораму. И в этот раз я хочу посоветовать вам Дораму «Наше любимое лето». Главных ролях Чвевшик, Ким Дами, Ким Сан Чоль и Ночу Нэй. Собственно, о чем? Романтическая комедия, в которой рассказывается о сложных чувствах пары, которая расстается со словами «Это было ужасное время с тобой, и давай никогда больше не встречаться». Однако документальный фильм, который они сняли 10 лет назад в старшей школе, внезапно набирает популярность и их снова насильно собирают перед камерой. Чеун, который кажется незрелым свободным духом, но он проявляет свою искренность, когда впервые находит то, чего хочет в жизни. Гу Кьян Су, чьей главной жизненной целью было занять первое место в школьные годы, пытается стать взрослой, живя яростно и приспосабливаясь к реальности сраной в сердце. Ким Джи Ун – режиссер-документалист, который всегда предпочитал позицию наблюдателя, но начнет меняться, когда познакомится с героями своего нового документального фильма «Чвеунам и Гу Кьян Су». Эн Джей – известная знаменитой с красивой внешностью и потрясающими способностями. После упорной работы в качестве звезды, она понимает, что постепенно снова становится нормальной и готовится жить своей настоящей жизнью. Она начинает интересоваться работами Чвеуна и, естественно, проявляет к нему интерес. Ли Соль – лучшая подруга главной героини, девушка, которая излучает позитивную энергию, раньше была писательницей, а сейчас владеет рестораном. А на этом пока что все. Ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. С вами была Мисс Райт. Аня!